Девушки отдыхают Господа, сегодня, не сегодня, а другого числа нашему сайту исполнилось 11 год. Запросили мы вас на день на родину, я на хорошем дне на родину, не слышавшим поговорам, я крышечку расповязел, я это все пошиналось, я давно хотелось про это рассказать, потому что и люди в комментариях запытывают, такие однольковые питания при сустречах запытывают, но сегодня мы можем отказать на шерах питания, какие мы можем вас. Я к хорошим дне на родину сегодня будусь подарунки, особенно тем, кто нам допомогал, и с кончим мы солодким столом, ну, коли кто захочет, я кога вина соберет, то мы не будем супрать, как сегодня попить аши вина. Вот, там это подгалкивая наш один супрацовник, у Денис, меня зовут Тигр Казмирчак, Артем. В принципе, с самого початку и основания сайта в комментарии застался только я, походу, Артем долучился поздней, Денис, Денис, а ты в минувом году начал працелать, да? Да, по-моему, пазами, наверное. А он уже с Олесием уже працелал. Ну, он, значит, на сайтах не працелал, в числе я к волонтеру, в 2017 году. Да, вот тогда я был волонтер, а поздней уже он, коли Олеси, как раз, и помер, для памяти, тогда я и пропоновал Денисову. Начиналось все, все, удалеки, в 1915 году. Справа в том, что вот то и сейчас у Орши выдавалась отсудовная газета «Оршанский вестник». Это легендарная газета, это и сегодня газета, которая является кореницей ведом про Оршаншину, и про культуру, и про политичные подеи. Это вот сейчас вот просто невероятная. И вот у Олеся Шутова, одного из основанников у нас уже сайта, у него была «Мара». Значит, у него была идея «Мара» отновить такую газету, чем она была уникальная, то есть, что она выдавалась каждый день, она была что-то демная. Сегодня в Беларуси что-то демных газет, по-моему, по пальцам можно перевернуть. А тогда, в 1915 году, когда не было этих компьютерных технологий, когда все робилось вручную, шрифты набирались, а малюнки наливались вручную, это, видите, на кольке тяжко было. Тем более, в 1915 году, когда мне не изменяю память, у меня была цензура, и редактор той газеты узгадывал, что ранницы я не робили газету, если ночью рано ранится, несли я ее цензуру на вычетку, потом только передавали в другарню и так далее. Это вот штабионная пранца была. Газеты у Орши, у газеты у Орши лез кепские. Одинная незалежная газета, не, не одинная, была газета «Лидор» у свой час, у самого начала 90-х. Тогда она сбанкрутовала, когда отрымалась, по-моему, это Павловская реформа, и сгорели уклады, тогда она просто осталась без грошей. Далее была, выдавалась газета «Кутейна», так само, недолго, бо я ее зачинили просто у Лады. И где-то так, в период 2004-2007 года, Олесь Шутов попробовал сделать у Орши одну за одной аж три, по-моему, газеты. «Опенэйр»? Эта газета я не памятую, там я на «Празминске» регистровалась, и по субъективных причинах, что створальники этой газеты не домовились одно за одним, и вынеку правы на газету перешли туда и в Минске, она довольно крутко заглохла, та газета. Потом я уже вернулся, после учебы и отпрацовки своих, ой, как это называется, размиркованья, да? Да, я вернулся в Орши, тогда выдавался «Витебский вестник», «Оршанский выпуск». Там была интересная ситуация, что «Витебский вестник», реально зарегистрованная газета, долгий час не выпускалась, а регистрацию их никто не отбирал, про нее просто забыли. Здесь шуток поехал в Витебск, домой взял их регистрацию, и под их регистрацией пошел выдавать Оршанский выпуск этого «Витебского вестника». «Витебский курьер»? Курьер, курьер, курьер. И когда она пошла снова выдаваться, то чиновники сгадали, что в принципе она долго не выдавалась, и позбавили ее регистрации. Потом был телевестник, Оршанский выпуск. И вот так, до 2007 года все эти спробы отновить Оршую газету, все они на уровне уладов ликвидовались. А в 2007 году так отрималось, что я как раз эту работу тратил, и в принципе мог дозволиться працовать только в громадской деятельности. И мы бачили, что у громадских организаций, у политичных партий, у них нет нормального выхода на публику. Да, ясновали тогда Радио Свобода, которая вельми шмат допомогала Оршан, чтобы опубликовала. Но есть новины, которые республиканские СМИ не взяли. Скажем, анонс, не знаю, «Чай, кофе, АГП». Но для Радио Свобода, наверное, это была бы не интересная информация. Потребный был той ресурс, который напрямую давал бы могшимость громадским организациям працовать с насельницей. Я тогда как раз ездил на некую конференцию громадских организаций, и там показали некие поспеховых сайты. Я подумал, блин, а вот что мы занимаемся этими газетами. Бесперспективно и дорого, потому что газету выдавать объективно дорого по кошту. Проезжаю Оршу, скажу, алесь, давай поспробуем. И он говорит, ну давай поспробуем. Али никто не разумел, что робить. Мы, значит, шли программистом, зарабили яки-некий сайт. Тады он назывался, это вот 2007 год, от какого мы ведем отлик нашего сайта сегодняшнего. Тады этот сайт назывался «Оршанский Вестник». Адрес был «Орша-протяжник-вестник.инфо». Вот, я сегодня, когда бы попробовал бы его набрать, уже не узнавал бы, я там писал все. Не, можно, Знасти. Я не думаю, что я льюсь у сети зараз. Вот, и зарабить мы его зарабили. Нам он обрешелся вельми там, он был человек, как я рабил, был не специалистом в этой сфере. Он программист, да, и для него это был первый сайт, это была спроба, сам им нарушался. И это отрывался таки блинкомом. Мы сели, шали на его глядеть, не разумели, а что рабить. Мало того, что сайт был страшно нефункциональный, мы еще сами не разумели, а як его наполнять, что за ним рабить и все такое. То есть, эта первая спроба была на самом деле обречена. Но намагания были наши пошутые, литерально про два-три тыльни, Олесь Выпадкова ехал в машине, разом с, тогда працевала такая сетка региональных сайтов у Беларда. Вот разом с их створальником, он ехал в машине, заговорили про сайты, Олесь говорит, вот мы так само попробовали запустить. Белардуцы оценили наш сайт, сказали, зарабили вы полную ерунду, хочется, долучайтесь все до нас. И таким чином сайт, той-той Оржанский Вестник проясновал, может месяц, может два, и мы его поховали, так и толком ничего не зарабивши. А потом наш сайт стал называться орша.беларда.org. Так само название идеальное, но зато у Беларды была великая программа навучания для региональных журналистов, и дякуюши этому мы хотя бы разумели, что там рабить. Первые рейтинги были, ну, совсем низкие. Что правда, тогда у Орши было мало сайтов, малая конкуренция. Литерально, ну, скиф мил некольких сайтов пришли, и они все были вельми непопулярные. Орша-город мой тогда самый популярный сайт был, и он хотя уже и довольно так слабо обновлялся, но там был форум, и каким вытягивал этот сайт вельми колоссально. Когда мы отримали свои первые 100 проглядов за сутки, для меня это была такая радость, я вам скажу. Я не помню, когда это отбылось, но эмоциональный стан, и в свою память я танцевал на офисе. Это было 100. Сегодня, как вы разумели, на сайте 2000 проглядов за сутки. Ну, от 2000 и выше. Тогда стало сразумело, что у нас нечто поперло. Мы тогда зарабили одну штучку, не буду разговаривать, какую это надо техничная штучка, для того, как время сподобаться по шуковику Яндекса. Яндекс нас всегда к этой опоры любить, по-моему, мы так и застаёмся у них на первом месте, когда набираешь орши, ну, может, после Википедрии, где-то так, но, если я родной или новых сайт, у меня на первом месте у Яндекса. И таким шином сайт дорос до сегодняшнего дня. Мы, по логике, требовало подзначить в минулом году юбилей сайта, они в минулом году, я же не прошло года, как помер, а лей шутал, мы не стали это робить. Выросли перенести на этот день, на этот год. И сегодня мы отзнашаем 11 год. Похвалимся трохи рейтинга. А, Денис, открой рейтинг. Мы дорожили... А? В метрике? Не, не, в этом. В Лафинтернете. Мы дорожили один оршанский сайт, у которого рейтинг открыт. И, когда кому будет интересно, то есть тут вот такая штучка, когда интернет нас зараз не подведет, то в этом доме великий интернет. Вышка совсем недалека, но у них хвали перелетают в этот дом. Вот. У нас две системы рейтинговые, на которые мы подключены. Яндекс.Метрика, она, в принципе, открытая, но мы не выводили кнопку на головную сторонку сайта. А вот Лайф.Интернет, по белорусских мерках, например, самый популярный решительник. Я придаю все... Ну, оршанских сайтов, напомню, вообще Лайф.Интернет подключены. И он довольно объективно дает знаки этой... Ну, вот, я сказал, что это интернет. Есть, да? Ну вот, смотрите, сегодня у нас неделя, и это вельми не рейтинговый день. Суббота неделя, а так само лето и святых, это час, когда во всех сайтах падает рейтинг. На выходных люди мало сидят в интернете, а вы можете взвернуть увагу, да? Вот наше место у категории «Городы и регионы». 15-е место из всех сайтов, які зарегистрованы, не на это белорусских, зарегистрованы в этой системе у разделе «Городы и регионы». Давай откроем по-вышскому меркам, не на это по 15-е место натиснем. Вот, все наши аршанские конкуренты, альбоз, находятся у инших разделах, альбоз, ну и там, у инших разделах, а так само, вельми низко. Ну и вот, глядите, 15-е место, вот мы, тут не зусимы объективны, а, тут не зусимы объективны, и лишь бы, я на крышку отстаюсь от основной информации, потом поглядем основную. На 16-м офицейный сайт «Новополоска», где-то, насколько я разумею, ваконкамовских сайт, эти сайты, которые принадлежены с поддержкой ваконкама. Потом, Могилевский городской портал, заразумело, великий город, а лея на 17-м месте есть Осиповичи. Маленький городок, но там у Осиповича, как, скажем, у Лепеля и у Городцев, у них мало конкуренции, мало сайтов. Скажем, Лепельский сайт, меня просто радует, он из ничего, могут в 2 дни не обновляться, и их рейтинг будет рваться на втором не трех тысяч на ветваника у день. Это потому, что маленький городок и малая конкуренция. А в Ише и нас пошли, ну, Гомель, городской, где там шмат-шмат-шмат городом, Гомель, Кобрин, Яше-Яше, вот этот вот 015-бай, один из самых популярных сайтов у Гоголя. Вот, знаете, у нас есть город 216, да, один из наших конкурентов, вот сайт Гродно 015-бай, это, по-моему, это с их сетки, как раз таки, Могилев, само собой, и на версии, ты... Самые сильные. Да, самые сильные, кого я не веду. Нет, количество, количество огонь, например. Вот, это блог Гродно, верю, популярный сайт в республице, и сильные новости в Гомельске. Они помеж собой, это один и два конкурента, какие вот одноостатники, все одно, им плевать, они помеж собой конкуруют. Текавые хлопцы, это сильные новости, они суперосолнечные, но так само там допомогали в некоторых рейшах. Ну, а давайте теперь поглядем наш абсолютный рейтинг. Вот, коли захочешься поглядеть, можете вот так вот поглядеть наши рейтинги. Самое текавое, что меня не текает в этом рейтингу, это вот это вот, посетители, да, Бачите, сегодня у нас 1754, нет, вчера, ты вчера 1754 на метринга, потому что, а? Ну, 64, да, потому что выходные, да, рейтинги падают. То есть, система проличивает, сколько у нас будет рейтинга сегодня, и тут вот плюс 4, да. То есть, сегодня мы будем крышечку популярнее, чем вчера. А вот тут вот, только давай, давай, Денис, натиснем вот это вот по месяцам. А вот на этом графику хорошо можно поглядеть, який у нас был прорыв за опошние 2 годы. Давай поставим вот это вот среднесуточное. Дальше, какие у кого есть по ходу пытания задаваются. В принципе, я не хочу, как это была лекция, варто было разговлять. Ну, в принципе, это коммерциальная мница, но на самом деле, ну, эти кошты довольно вядомы, техничные, вот, минавито хостел и доменное имя, у нас вылазит приблизительно 150 доля. Но мы зараз будем менять хостел, ну, плануем менять хостел, а больше яскость, нарава. В смысле, имя и... Имя, это доменное имя. А что у нас есть? Мы заказывали в одной и той же фирме. Просто в одной... Сразу подсезай. Вот. Спустите себя вниз, как график будет. Ты как сказал? Вот. Распадите себя за 15 секунд. Вот наведи вот сюда, вот, у конец. Вот именно показывая, кольки у нас за сутки вся рынка. Скольки тут, я не башу, две... Две сто восемьдесят семь. Две сто восемьдесят семь. Семьдесят четыре. А вот это... Май шестнадцатого года. Наведи тут. Тысяча десять. Скорее не помоляешься, да? Вот. С мая шестнадцатого года до сегодняшнего часу два раза рост. Это на самом предыдущем угол на Румении. Игорь, ты сказал, кольки людей посылала на сайте за весь час? За весь час. Давайте подлишим. Я, Артём, Денис, Саша Лыкшин, который распрацовывал эту систему. Варвара, она где-то вот с нами пропрацовала. Пять человек. Пять человек, которые постоянно працивают. Но у нас, кроме тех, кто входит в склад редакции, то это и Осе Шеви, мы их называем агенты. Это позаштатники у полной меры. Это люди, которые нечто побашили, сфоткали и досвали. К этому людям особливая подзяка. За кожу-класс нас кали-нибудь нам отхвалить выконкам. Про нас и некольких человек нашего выконкам, которые говорят, блин, вот так хорошо у вас... Куткоз являются новины кали-нештой отбываются. Вот вы молодцы, не то что артсанская колена. Я про этих людей хотел поговорить, сколько людей, которые были антиподами в сайтах? Хорошо, хорошая тема. У певных шансов, когда набрали долю популярности, на певных тысячах еще не было, сайт начали просто унахабную троллить. Начали являться комментаторы, которые писали объективно гадкие речь. По версии Олеся Шутова, у него были некоторые злили эту информацию, что это была особая программа БРСМ, тогда про это было понятно, что у БРСМ есть такая программа, пошла работать и на Оршу, и тогда, поверьте, Олеся Шутова, я ему говорил, что есть один проплаченный тролль по бюджету БРСМ, а он не в БРСМ самим в отделе идеологии працует, у какого студентная задача – это комментировать наш сайт, как бы его, ну я не знаю, там, напомню, задача была, у них это контрпропаганда называлась, какую задачу ему ставили, я не знаю, а некоторые тролли за кошт БРСМ, за кошт державы, так нам допомогли. Да. Справа дым, что сегодня комментарии – это просто, ну, вельми круто. Вот, вы видите, зеленая стрелочка – это колькость наведывальников, колький человек, конкретно, физично, вышел на сайт. А вот этот синий график – это колькость проглядыва. Колькость рекламодавцы, первое, что все выглядит на колькость проглядыва. А колькость проглядыва – это означает, когда человек сел за свой компьютер, вышел на наш сайт, и кольки сторонок, и он открыл в этот час. И вот, коль не было как-то сторон, эта стрелочка, она приблизительно была одной кого из этой. И нам вот сказали, эксперты, что у вас, вельми, малая комментуемость. И мы спробовали, нам вот сами какую-нибудь гадость у комменты запостить, как бы выкликать резонанс, как бы решать разновлять, но у нас это вельми кепско отрыв. А вот коль пошли тролли у нас работать, вот этот рейтинг колоссально большого расти, людям стало тиковей на сайте, на сам рэш, и навод, коль у нас, ну, редко такое бывает, или навод, коль один день там не обновляемся, все одно колькость проглядыва – высокая, за корж комментариев этих. Вот так что, дякую отделу идеологии, дякую БРСМ. А с какими шесть складанностями вы истинулись? С боку ЛАДы? Ну, с боку ЛАДы самая великая складанность напоминает им, что я ныне не хочу скомментовать. Навод, когда ты особисто сустрыкаешься с чиновниками, и говоришь, а расскажите вот это, вот это, да, ну, скажу шире, с некоторыми чиновниками у нас больше меньше такие нормальные стосунки. Эти стосунки, я вот недавно порвновал, с чашей символом медиков, да, где две змеи на одну глядяць, да. То есть, в принципе, я ныне разговляюсь, а они, ну, сразумело, что какую нибликатость могут зарабить, да, ну, и ты тоже сейчас боятся, что мы нечто напишем такое, что их не похвалять. К тому, когда с ними начинаешь разговлять, и они ныне что-то такое на шире переходит, да, то мы одразу говорим, альбо они первые скажут, альбо это не для публикации, альбо я тогда, это я могу опубликовать? Не-не-не, не треба, не треба. Фотографоваться надо, я не любить. Одну и шесть пацан гуляли по-заходной, я скажу, ну, можно, ну, вот просто на фоне западной, я вас это не люблю. Вот. Ну, альбо, это невеликая проблема, на самом деле. Наши чиновники вельми закрыты, и взять их комментарии и у державных СМИ не за все это отрывается. К тому, скажем, ну, ну, шмат разовни, как мы обмерковывали это, некто нам казал, что давайте можно зарегистроваться, вы попробуете, да, что-то и что-то такое. Я отказываю, что регистрация просто не потребна, потому что она ничего не дает зарегистроваться как СМИ. В принципе, когда ты зарегистрованный как СМИ, да, у тебя есть корочка журналиста, ты можешь говорить там чиновникам, а дайте официальный комментарий на это. Но это не означает, что я даду тебе комментарий. Это их не обвязывая ни корочка твоя, ни регистрация, ничего. К тому, кроме геморроя и страха потом сгубить регистрацию, эта регистрация ничего не дает. С иншого боку юридичная система Беларуси, то, что тыши со сайтов, она по великим рахунку и не потребует регистрации сайтов, как СМИ. Бо и не дает ничего. Вот. Какие еще, может, питания? Не меньше. А? Я помню, когда меня, ну, просили люди поговорить с Сашем Жуковым. Специфичная особа, я вам скажу, что был Момор уже пару месяцев я отвернулся с заробками из Евросоюза, вот, там, с пригодами он заработал, и, насколько я понимаю, тогда он ничего не заработал, в той поездке. И он приехал сюда, я ему был, насколько я веду, я ему был заборонен въезд в Шенгенскую зону. Ну, мы ничего не отказали, потому что, ну, широко кажу, что не веду, конечно, это субъективное меркование, а где, ну, просто, в этой версии, ну, надо низкой якости. Литературка, да? Вот, теперь он спробует себе в якости Мастака так само, одну картину она смог выставить у галереи этой, у приватной, так что якость его малевания так само хорошо оценена. Вот, ну, не так. Ну, на самом деле, этот ролик приносит великую корысть для нас. Присутничаем мы и в социальных сетках. Зараз ими займается Денис, но Денис вот куда-то сходит у войска. Тому будем брать ими шагам человека. Уже есть у нас домовленность с человеком, так что там по сетках трохи будут смены в позитивный бок. И на самом сайте, у которых сейчас будут смены. Вот этот интерфейс, который мы сегодня имеем, и он имеет широкие минусы, например, то, что в мобильной версии просто неудачно работать, страшно. Но, надо понимать, когда этот интерфейс распространялся, то говорка про мобильную версию не была. Тогда, что не так люди залежали от мобильного интернета, тому не ставилась задача распространять. Сегодня мы разумеем, что наш интерфейс уже не актуальный. В принципе, говорят, что раз в три года нужно менять интерфейс. У нас не за все удаюсь на эту максимумность. Тому, ну, вот, зараз оставили так. Что отличается от шесть чиновников? То, на самом деле, основание сайтов в Беларуси – это не газета. Ее так просто не зачинешь, так просто не нагадишь. И сайты выживать простей в этом плане. Тому от чиновников мы мало залежим. А и они, когда-нибудь звертаются. Скажем, в отделе культуры за все-таки нема рекламного бюджета своего. А мероприемство треба прорекламовать. Особенно, когда это великое мероприемство, к штату «Ночь музею». Некольких год запор, чиновники саправды звертались до нас, спросили, поставьте вот объяву, что будет «Ночь музею». Но тогда у нас некепские стосунки были с музейным комплексом. И даже «Ночь музею», которая называлась «Назад в СССР», организация «Звязда» помогала организовывать одну из часток этого мероприемства. И она отрывалась самой яркой часткой. Сейчас у нас есть домовненность с управлением экономики, что они нас попросили поставить объявление одно, но мы отправили вариант объявления, но я сами так долго его обусольваюсь, что, думаю, все зауважили, что в прошлый час объявления на сайте немало. Это связано с тем, что мы чекаем от них, когда они скажут «Публикуйте» или «Не публикуйте». Вот. Такая справа. Я шею, кому что цикало может быть? Саша, ставьте чай. Вот. Таким вот шином у концы… Я могу про чиновников задать. Давай. Раз, вопрос мне было. Была шумела такая история на прошедку года 2018-го, когда не дали три раза тройче. Например, в конце 2017-го и в начале 2018-го тройче не дали проводить концерт Александру Ясинскому и Сережу Кудовшему. Они мусили выступать. Причем недели не чунили никакого супрацива, только у Могилёвы были некоторые вопросы популяционцы. На Востое Каблявне они домовились и выступили. У Менску они выступали в оболе, в офицейной зале, на Невизе, в самом центре города. Я был на этом концерте. А в Орши двойче адменили концерт, третий раз призначили дату. Они мусили выступать у другой музыкальной школы, наверное, комбинации. И тогда мы решили взять интервью у музыков. Я связался тогда с Довушевым. Я особисто разговаривал с ним, делал интервью. Что они планируют выполнять на концерте, как, что, чему отменили, чему забронили два концерта. Я добытывался, может быть, это не чиновники виноваты, а сами артисты там нечто не тое сделали. Не скажут, не, мы сами не разумеем, всё было готово. Пельцовка была подрихтована в городском центре культуры. Однако в самый последний момент нам сказали, что не, то светла нет, то сцена не готова, хотя на наступный день некий казачий хор выступал. Ну и всё, парадку. И после выхода этого интервью оно вышло, я не памятую дату, но это было в конце студии, потому что они могли выступать, кажется, 6-го лютого. 11-го лютого? 11-го лютого отбывся выступ, потому что квотерли таки. Но 6-го и 9-го лютого это были даты, призначены первая, другая и третья. Первая была быть в уголе данного года ещё. Концерты меняли первый раз. И тогда и отрымливается после этого интервью уже Ганна Светлова, которая сейчас не является керавником Загачицы отдела культуры, Ганна Светлова сказала в приватной разумове музыкам. Она разговляла с Александром Ясинским и с Шкондоушевым. Она в приватной разумове сказала, что концерты меняли, так и так. Коли они звернулись по тумаченни, в музычной школе им сразу сказали, что все вопросы для идеологов, мы ничего. Мы были рады провести концерт, но нам не дают. Нам сказали, что нужно. А сама Насветлова в приватной разумове официальных комментариев она так и не дала. Дозвониться, да и немогчимо было. За 10 лет мне не отрымалось это сделать. Радою свободы на 12-ю спробу, может быть, дозвонилась. И то она ничего не сказала про слуховку, просто сказала и отмывляюсь от комментариев. А так целый день никто не подходит до слуховки. Мы про это ставили особый материал, что как так, чиновник. Причем такая важная, где культура, может быть, мы телефонуем музейщики, может быть, не журналисты, и мы хотим провести некую выставу в Орше, но нам сказали, что ей нет, хотя мы и докладно видели, что она на операционном месте, в кабинете, сидите в этот день. Вот. И она в приватной разговоре сказала, что будете видать на конт-музыках, что будете видать кому давать интервью. Потому что сам факт того, что они давали интервью в Орше Элу, независимому сайту, при том, что наводного слова критики не было, и она не задала таких пытаний. Там были пытания просто по творчеству. Короткевич, песни, на чём-то, будете играть, коловую леру пролететься в тени, ну и так далее. Выключены профессиональные музычные справы. Тем не менее, сам факт того, что дальше интервью нашему сайту вельно серьезно разговаривала Анну Светлову, и она особисто про своих людей сказала, что нет, этого не будет, и в третий раз обменили концерт. Да, да, вероятно, это не один такой случай. Были проблемы и Бадорс, когда они анонсовали про наш сайт свои мероприятия, ну, по-моему, у него тогда так обменено не было офицейно, да, а ли им ругали, кричали, намекали и так далее. Лезнь не срывалась, одна про нам все выстала. А ли, это такая, не знаю, двуликость, может быть, да, чиновников культуры такой шассу, не веду я как зараз, может появиться, что нечто изменилось, а может поменялись и чиновники, что, за одного боку, свои мероприемства, какие им потребны, да, они просить про рекламу, вот, заинши на боку, чужие мероприемства, и они могут сказать, да, вот, за того, что на сайте заявилось, ну, ягод, я что назвать, ну, блогикаешь, да, тому не завсёду было заразумело, что мы можем написать, что не можем, ни которые материалы, мы, так само, вот, люди просили, а можете, вот, опубликуйте-ка, и ласка, что будет такое-такое, и мы отразу сказали, что, а вы разумеете, что, да, вот, есть отдел идеологии, которые могут так гэтага поставиться, так себе, ну, и нечто публиковали, нечто не публиковали, тут гэтаги истории ушмат было, не узгадаешь зараз усе, ну, и ещё часом... ...але, з иншого боку, за одной публикацией, напрыкал, отрынивалося добиваться капитального ремонту домой. Ну, и ещё часом задаюсь питанье в коментарах, люди, які модеруются в коментары, поведомляюць, что так и так, задаюсь питанье, почему увели при модерации коментарах, потому что ранее не было. Ранее все коментары, которые писались на сайт, проходили, потом их могли выделить задним числом, али могло пройти не кольких один. Справа тем, что, отказ на ГДП, верьми просто, и верьми шмат образных коментарах заявилась, вот им лику, одна справа, когда просто кажутся, там, про мастакай кого-нибудь, а это не умеет, она там, не умеет молевать, и не шея справа, когда человек какой-нибудь помер, неважно, чиновник это был, какие-нибудь, где еще позиции, мастак, неважно, кто музыка, и заявляют сообразливые коментары, что это там были такие и такие, и причем с несензурной лексикой было принято решение, причем все за это выказались, и все, кто працал над сайтом, все, кто супрацовничал, все, каждый сказал, что так, трава уводить при модерации, иначе, это не мальчимо. Ну да, не только это было, на то и момент, это основная причина, кем я лечу. Ну, может быть, что и она была основной, но тут, на то и момент, законы изменились, сегодняшний закон говорит про то, что за комментарии, покинутые на сайтах, отказывая, и тот, кто покинул комментарии, и администрация сайта, владельник сайта, то есть, конечно, когда человек там пишет, не знаю, все, умовно, ну, такие вот дебилы бывают, да, когда человек пишет матом, когда человек ставит несанкционированную рекламу, то это значит, что, когда мы пропустим этот комментарий, ну, когда ты дурак, ну ты и откажешь, но я тут пришел, когда я и владельник сайта, так само пойду по той же криминальной исправе, что и ее. Вот, логика у этого есть, я не больше логики у тем, что зараз вот новый закон выходит, что регистрация про смс, да, это, я думаю, что, заправды, будет худшей шкодно для беларуских сайтов, но, вот на той момент, да, взаимной отказности редакции и комментатора, это, в принципе, нормально. Самое цикавое, что на шамагульном чате мы часом обмениваемся комментарием, которые присылаются на сайт, да, когда я их просто поржать. И, да, можно поржать, а можно, ну, и самое цикавое, что при модерации все одно есть люди, которые упорто добиваются, пишут матом, пишут, некий российский... и потом пишут, а почему мы комментарием не поставим? А ты цензурно выросли? Можешь? Бывает, самое шкода, матеракторы кажут, что самое великое шкодование выкликает, когда комментарии написаны якостно, когда там все по фактах, некие факты перелечиваются, еще и так далее, это лайк зац тексту, а не при этом утримливаются некие нецензурные слова, и его не поставить. Мы вырезать не будем. В свой час машине в этом заменяли некие слова, никто его на уши это не занимается. Комментарь не цензурный. Нет, просто чужойное слово, только пешую букву. Нет, нет, нет. Так робить, тут бай так робить. Тут бай не ведают и робить, харта и наша Нива робили. Харты робить, она и кавалками текст можно убрать. Но я думаю, что навык, когда и одна литра, которая сразумела, какие половые органы там маяц, и навази, ну есть просто полные рамки пристойности. Ну не важно, да? Когда ты хочешь, как тебе пошули про скомментары, ну есть некие законы громадства. Я не скажу зараз про юридичные законы державы. Есть просто громадства, да? Что матюкаться не варто. Что сказать про половые органы, ну напевно не варто, какой ты пристойный человек, да? Ну а когда ты непристойный, ну что вот это да и суевство и меркование, да? Вот. Непристойное, это ж меркование. Ну а вот про поспехи, да, еще хочется сказать. Я уже сказал, да, что были выпадки, что за кошт одного, за кошт одного артикула на сайте, да, там вырешались серьезные проблемы, скажем, по капитальному ремонту дома. На заходной такое было, два дома на заходной, так отремалось доремонтовать. Там пришли ремонт, потом закинули. И один дом на Молоково, там проблема вот тем, что как я его отремонтовать, там на самом деле, чтобы его снести, там при планировке этого дома они улишили, что вода будет постоянно в подвале. За раскойки ты не пиши, там либо сносить этот дом, либо они ведут, что работать некие техничные новаторства потребно придумать. Там, конечно, у нас не отремалось. А дороги бывало, что больше не менее подсыпали, ремонтовали. А самое приемное у Дубровна было, в первом выпадке, в первой школе заменили в окна, это было вельми давно, там были в окна со шилинами, там поставили пластык после нашей публикации. И другие, была интересная информация, нам скинули и агентуры наши, что был момент, что Дубровна будет развивается, становится больше домов, а канализация, очистные сбудования остаются старыми. И, увы, эта вот вода, которую надо очищать, стало так много, что она просто не утромливалась в этих очистных сбудованиях. И это было, альбо жакать, пока она просто сама прорвает, и затопит, ну, и зальет, я же, что не сказать, фекалиями до Днепр, и все потравить там. Альбо, что придумали чиновники, и они пошли дозированно сливать ее, покрышечку. Вот. У нас был про этот материал, его переняли еще несколько сайтов, и сдавалось, за долгий час там все заглухло, на самом деле ничего там не заглухло, и сегодня те уже отримали, те это должны отримать, Дубровинцы должны отримать европейский, по-моему, голландский грант на реконструкцию своих очистных сбудований. Да, это некоторый год тягнулось, а ей проблема значная. То есть вот так этот сайт, оказывается, можно выражать. На самом деле, это потому, что наши чиновники вельми боятся публичности. Кольки за угодно им можно писать звороты заявы на коллективные листы, и они мают максимально их отфутболивать, альбо перенаправлять из инстанции в инстанцию, альбо написать тустоту, а вот заявление информации на сайте их промышая вельми задумываться. Бывали, навод выпадки, что офицейные комментарии публиковали, скажем, когда Леша загиб в Витебске, тогда его сябры на эмоциях шукали виновников этой авары. И, ну, в принципе, мы взяли просто социальных сетках, да, это поведомление, что вот, нам вя дома, что там человек был пьяный, что человек не спынился, да, как я сбил его на машине. Мы опубликовали, как это, минавито так, как было в социальных сетках, не покидающих комментариев, что это соправды так, или не соправды так. И милиция, прокуратура, по-моему, давала офицейный отказ на сайте, в якости комментара, да, офицейно поведомляем, что человек был все розовый, там, все такое, все такое, все такое. Бывало, был момент, что на нас выходил следующий комитет, редкий момент, когда следующий комитет на нас выходит с позитивными пропоновами, вот, и они вышли, ихняя представница по Витебской области, офицейная, ну, пресс-секретарь, по сути, Светлана, не помню, Сахарова, да, вот, и там была информация у нас, что девушка выкинулась, школьница, с десятого, хипа, поверхность, с одиннадцатого, да, вот, окажется, у Орши, с одиннадцатой, и по нашей информации, там, у Тымлику, разглядаемая версия была, что это Синякид виноват, это вот, у меня самозабочие, а тогда некакие информации были одна за одной по разъявлению Орша Синего Китая, вот, Светлана не вытремала, вышла на нас, она говорит, ребята, перестаньте это писать, чем проблема, она говорит, пару год тому, когда Синякид заявился у Беларуси, следующий комитет попробовал сделать профилактику, попробовал дать, как мога больше СМИ информации, про то, что Синякид это небоспечно, и стало только горш, дети на это пришли клевать за публикацию, и вот, ну, сдавалось, мы хрусим сами перед собой, да, когда вздымаем этого Синякида, тем не менее, я разумею, что тут тычется человеческих житцев, детячих житцев, и мы, правда, подомовленности с ее, мы сняли Синих Китов, тогда перестали про них публиковать, то есть, навык, когда мы будем ведать зараз, что это Синякид, виноватый, то, напевно, мы не поставим эту информацию, поставим, что было самозабойство, но на врате, поставим, что это Синякид, просто там не рекламовать вот эту дурость, вот, ну, и, саправда, есть темы, которые мы все-таки обыходим, да, вот, скажем, у нас, когда мы впечатлили, что это за шанс, как это вестник, мы не разумели ничего, а интуитивно разумели, что, как ты его подавать информацию, вызначили то, что называется политика сайта, мы, демократичный сайт, и мы стараемся, как мога, больше объективно подавать информацию, то Бог, наши постоянные считающие могли завлажить, да, что за редким, редким выключением, ауторы нашего сайта, не выказывают своего меркования, своего дышанения, некой падении, это было принято одно слово, то есть, мы пишем фактуру, а люди сами повинны думать, хорошо, это хепско выстроилось свои односины, так, так, бывают редкие выпадки, когда это все-таки прорывается, да, потому что, ну, все мы субъективные люди, и, когда-нибудь, и не могшим их сказать, да, что заборона концерта долгул, что это хепско, бывает прорывается, а в принципе основное... Уже за все, комменты не пропущены, из-за того, что такого слова просто не ясное, может это не какой-то, скованый код, ну, неведомо, такого слова нет. Что там за слово? Позычить это одно... Не, не позычить, там меньшее слово, там литеражеев. Позрачить. Позрачить. Позрачить шить. Ну, ну, нема такого слова, я не разумею, что это написано. Так что, куча за все, не пропущено. Ну, ось, ось, комментарий текавый. Там чай дают с травой... Хотелкой и стоялкой. Хотелкой и стоялкой, да? Ну... Ну, конечно, такое. Ну понятно. Но часто, за один наш адрес, проходит плохие, поганые комментарии. Далее, в сборище храмых и нищих, там будет, сразумело, да? То есть, это образы, споенные группы. Максимов это комментарий, про нашу состречу, теперь. А Максимов, про нечто выходное. Вы башите, да? У нас для объективности, мы не бачим, по-перше, кто это писал, по-друге, под який материал. Поэтому, когда кто-то хочет нас обвиновать с тем, что мы кого-то конкретного не пропускаем, то это актуально. Понимаешь? Уже сгадан, сегодня Саша фугас обвиновать, что у них сайт, что его конкретно не пускают. А его он шмак. Да. Просто никто не бачит. Нет, сейчас она, по-моему, угадывается, я разумею, что... Ну конечно. Мы переходим до подарунков. Так. Мы переходим до наших подарунков. И в связи с этим, ну а, размобу, пытание, мы за довольнением откажем. Один, что может быть, отключим проектор, за его неактуальность. Таким шинам, некаких подарунков. Аня. 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 просто надо курить. А, Игорь, тебе ж хотели привлечь, помнишь? Ну, говорите, да? Криминальные обстоятельства. Раз на пять, вот меня привлечь. Да, я уже привлечь. Наступное привлечение будет в 21-го года. Поняла. Боятся. Ну, как принять? 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 Так. Ну, выбрали неведую. Это С. С-ка там лучше. А какая лучше? Ну, это С. Ну, это С. С. Вот. Подойдите, подойдите. Подойдите. Делайте вам. Делайте вам. Делайте. Так, и девочки, давайте так само. Давайте девочки так само. Идем. Кто стоит на тромбе? Или сидит? Я открываю. А все, в логере. Держи. 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 Так. Держи. 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 Черный чай. Ты читаешь еще? Нет, я не читаю. Держи. 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 Нет, нет. Нет. Руки памятные. Так, все. Так. Это можно еще вместе, потом брать. Сюда, конечно. Да. Уже. 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 А, отрывается он тебе? Залей. Залей. Я что-то не бачу, мы тут xl, я на полномалу взял. Ну, l, если будет на лады. Ну, не будет лады. Ну, ладно. Товет это не раз. Достались от m и s. Господа, у кого померы подыходят на m и s, гореласка, подыходьте и просто горите. Вот, все майки, которые на саде можно взять. Вот, завтра мы принесем весь салон кискул и переходим до неофицийной части. Салон. 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 Салон.